Привитищи, это котейские истории с Трей, и мы продолжаем по многочисленным просьбам. Ну как по многочисленным? В комментариях на два лагеря разбилось, типа, первый, фу, блин, ты только сейчас проходишь, её уже все давным-давно прошли, я её сто пятьсот раз прошёл, всё сто пятьсот раз пересмотрел, короче, ей неинтересно, фу. А другие ребята сказали, о, я её прошёл, но я хочу ещё раз посмотреть, давай, 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 снимай, круто, круто. И вот, короче, как бы тут пятьдесят на пятьдесят, либо, либо играй, либо не играй. Ну, короче, я решил ещё раз записать ролик, а там уж посмотрим по следующим комментариям, как что получится. Собственно, если захотите, и будет продолжение, не захотите, и не будет продолжения. Вот эту сцену мы видели в прошлом видео, поэтому мы её пропускаем. Да, мы теперь восстанавливаем память нашему дрону, хотя игра про кота, но теперь что-то стало резко про дрона. Начинаем сюда. Музло-то началось, какое, какое музло. Тут ничего интересного нет внизу. Давай вон туда. Чпинг. Вау, вау, ниндзя. Ниндзя. Бутылку, бутылку обязательно надо разбить вниз и скинуть. Как-нибудь. Ты сможешь это сделать? Давай, давай, я верю в тебя. Нет, походу мы не сможем это сделать. Ладно, фиг с ней. С этой бутылкой. Мне нравится то, что мы тут на ведрах катаемся. Это местное метро такое. Давай дальше спускаться. Там что-то было написано, но я пропустил. О, 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 о. Мои злющие враги. Картошки. Хэткрабы. Он, кажется, убился. Он прыгнул в кислоту и сдох. Ой, 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 ой. Бежим, 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 бежим. Быстро скидывай их. Давай, давай, давай. А куда бежать? Запрыгивай, запрыгивай. Фух. Вон, смотри, проднутый этот хэткраб картошечка. Кто-то хотел поджарить картошечку фри, видимо, себе. О, робот живой. Ничего себе, пойдем поболтаем. Трущобы. Эй, робот. Эй, робот, две ноги и одна башка светящаяся. Стоять. Стой, ковбой. Тревогу включил. Идиотина. Ты что, животных никогда не видел, что ли? Ага. Он явно обоссался маслом. Если он, конечно, умеет это делать. Куда мы можем пойти? Туда? Туда никак. Ладно, пойдем в обход. Китаянка. Бабушка китаянка. Какая квартирка здесь прикольная. Опа, опа. Все просто шоки от меня и шкерятся. А что такого? Вы как будто катаков не видели. Я кот. Котяцкий. Ну, блин. Все зашкерились. Вон один сумоист стоит. Ну, это, наверное, этот. Не сумоист этот? О, здорово. Это я тебя, походу, видел там. Это местный защитник. Монах. Тревога по всему городу, прикинь. Вот это они пересрались в виде меня. Что, ты сражаться со мной хочешь, что ли, или что? А глаза-то видел, видел? Глаза из зеленого превратились в белые. Это ярость. Ярость вас погрызть. И поточить об вас когти. А можно расшифровать? Я ни черта не понимаю. Кажется, у них свой язык. Ты не зур. Ну? Мы не знакомы с такими, как ты. Добро пожаловать в наш поселок. Только, пожалуйста, не ешь никого. А что у вас есть? Вы же стены банки. И посмотрел он в небо и подумал, что даст добро познакомиться с поселением. С трущобным. И вышли роботы из своих загашников посмотреть на чудо-юдо в виде шерстяного кота. Блин, так забавно. На роботах шапочки смотрятся всякие. А у этого вообще грибок на башке. Или казан. Где-то казан стырел. Поговорите с хранителем. Ты потерялся? Тебе что-нибудь нужно? Показать предмет. Открытка. О, фотография аутсайда. Какая нелепость. Лифт не работает. Все знают, что уйти отсюда невозможно. Ну, кроме аутсайдеров. Но их уже не осталось. За исключением Момо. Попробуй поговорить с ним, если хочешь. Но он давно прекратил все попытки выбраться отсюда. Это к лучшему. Он живет в том здании с оранжевой и неоновой вывеской. Окей. Чтобы попросить B12 о помощи, нажмите кнопку вниз. Ладно. А это что? Вы тут молитесь, что ли? Ковер! Смотрите, как я могу с вашим ковром взять. А, они спят реально. Смотрите, что я могу с вашим ковром. Дырочки, дырочки. Мизерные дырочки. Нафига вам ковры? Познакомиться. Ты нас так напугал. Мы думали, что ты Зурк. А кто такой Зурк? Зурк это, наверное, вот эти вот чувачки картофельные. Но я слишком большой для этих Зурков. Хорошо. Я думаю, что я тут не буду... О, об ковер можно ногти поточить? Об ковер-то что? Ой, а не об ковер, а об диван. Диван такой полуразорванный. Блин, это же роскошно было бы. Но нет, мне не дают добро подергать за ниточки дивана. Так что... Тут вон кто-то кустики подрезает. Но мне туда явно не нужно. Пойдем к неоновым вывескам. К неоновым вывескам. Как нам туда взобраться? Вот в чем вопрос. Давай попробуем о помощи спросить. Б-12. Не стесняйся, вызывай меня в любое время. Я всегда рад помочь. Как бы... Ничем ты мне не помог. Ну вот, мы и дошли до этого здания с неоновой вывеской. Но я здесь не вижу никакого МОМО. Возможно, нам нужно зайти внутрь. Тут что-нибудь написано? Объявление. Ищу ноты. Можно как-то покрутить наверх? Во. Ищу ноты для игры на гитаре, чтобы поднять настроение. Если найдете, принесите мне. Я живу рядом с лифтом. МОРУСК. МОРУСК. Ну и имечко. Может, постучим в дверь? Давай, идем. Так, как нам туда наверх забраться? Мы сможем это сделать? Я думаю, что... Вот если бы не было вот этих вот штырей на кондиционеров, я думаю, что залезли бы по-любому. Что тут? Какую-то информацию получили. Покачись миром, люди! Люди были первыми обитателями этих мест. Похоже, они все мертвы. Как ты думаешь, каково это быть мертвым? Знаю, что это глупый вопрос с моей стороны. Но действительно ли они обрели покой? Обрету ли я покой, когда умру? Я не знаю, что смерть значит для ИИ. Прости, не хотел портить настроение. Пошли дальше. Еще что-то нашли. А вот автомат, кстати. Может, мы взломаем? Похаваем, перекусим? Ввел пин-код с карточки. Что это такое? Взять энергетический напиток. Это, видимо, который выпал? О, круто. Мы взяли энергетический напиток. Во всей видимости, нам еще и струны нужно найти. И когда мы струны найдем, мы сможем пройти через низ. То есть, нам сейчас нужно бродить по этим трущупам. Дизайнер бабушка. Прикол. Бабушка. Что у тебя здесь? Я очень люблю вязать. Я уже связала шарфов на 769 километров. Так, чтобы знать время. Если принесешь мне кусок электрического кабеля, я смогу сделать тебе пончо. Ты меня вдохновляешь. Но найти подходящий материал здесь нелегко. Пончо. Что такое пончо? Ну, видимо, это какая-то одежда для кота. Ладно. Я познакомился с бабушкой. Короче, тут всем что-то можно принести. О, кот какой забавный. Махающий ручкой. Но он в данный момент не махает. Видимо, сломался. Вывеска. Что написано там? Миняльщик. Прачечная. Дизайнер. Бабушка. Программист. Элиот. Миняльщик. Миняльщик первый. О, пойдем к Миняльщику сходим. Уверен, я что-нибудь там найду у Миняльщика. Вот ты, наверное, Миняльщик. Да? Что болтаете? Давай в ноги потремся. Посмотрим на их. Любовь. На экранчике. Так, Миняльщик. Кто из вас Миняльщик? Рика, с тобой всегда происходят странные вещи, приятель. Я боюсь уходить из поселка. Это слишком опасно. Кроме того, только хранитель может открыть эту дверь. Показать предметы. Да что им показывать? Смысл им показывать? Предметы какие-то. Вот про эту дверь они говорят. Как в бункер, блин. Хорошо, Миняльщик. Мне нужен Миняльщик. Где тебя найти? О, смотри, перепрыгнуть можно. Можно перепрыгнуть. И мы это успешно сделали. Вот он, Миняльщик. Кажется, это он. Давай подойдем. Что это у тебя тут? Проверить. Привет, я торговец на рынке. Ты даешь мне что-то, я даю тебе что-то взамен. Все очень просто. Это древняя реликвия. Свидетельство таланта наших предков. Это будет стоить 3 банки энергетических напитков. Не меньше. Ага, вон оно что. Понятно. О, провод, провод, провод. Кстати, из провода можно сделать... Набор электрических кабелей. Лучший на рынке. Я обвиняю это на моющее средство Супер Спрайт. Это лучшее, что я могу сделать. А у меня что тут? Энергетический напиток и всего один только. А тут что у нас? А, это ноты. Прекрасная работа очень известного музыканта. Это будет стоить одну банку энергетического напитка. Не меньше. Ясно. Что, надо поискать энергетические напитки. Автоматы нужны. Вот еще один автомат, кстати. Еще один автомат. Интересно, какую комбинацию я там ввожу. Ты видел, как банка вылетает? Даже забор не открывается. Ну, вот это вот. Забрало вот это вот, из которой баночка вылетает. А просто насквозь вылетает. О, гитарист. Какая прикольная у тебя гитара. Привет, я музыкант, но у меня нет песен. Вот ему можно песни притащить. То есть, ну, те ноты. Я тут могу полежать, да, отдохнуть. О, круто отдохнуть. Поморлыкать тут. Давай, 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 вставай. Давай, давай. Он не хочет просыпаться, мяукает, видишь? Понятно. Здесь у нас что? Любопытство кошку сгубило. Бриз получен. Я на башку. Блин. У меня теперь управление поменялось. Кардинально. Потому что я ничего не вижу и непонятно, куда я иду. Кого попросить снять с меня этот пакет? А, вот, снял. Сам. Самостоятельно снял. Ладно. Это, конечно, дико неудобно, когда у тебя управление меняется. Взять таинственный пароль от сейфа. Это разве пароль? Погоди-ка. А как его посмотреть? Таинственный пароль. Показать B12. Написано, следуя за цифрами. Но это выглядит как двоичный код. Последовательность 0 и 1. Мы должны так или иначе расшифровать код. Возможно, он имеет отношение к сейфу. Конечно, он имеет отношение к сейфу. 0 и 1. За цифрами 0 и 1. Ты видишь, цифра 0 и 1. Может, вот тут? Вот это вот 0, 1, 6, 7. Как думаешь? Так, хорошо. Давай попробуем комбинацию ввести. А здесь, кстати, нуля нету. Прикинь. Нуля здесь нету. Ладно. Двоичный код, блин. Тут столько цифр везде написано. Прямо офигеть можно. О, смотри. А вот тут что? Что это такое? Доступ канализации закрыт из-за большого количества зурков. Будьте осторожны. Оставайтесь в безопасной зоне. Ого. Так, пойдем, короче, автоматы искать. Автоматы. Если мы здесь нашли два, то уверен, что еще есть парочку. О, кстати, вот тут возможно запрыгнуть наверх. О, смотри, а там робот, кстати, нарисован. Давай-ка запрыгнем. Робот, робот, робот. Что тут у нас? Ну-ка. Си-14 у него на груди написано. Поразительно. Компаньоны очень сильно эволюционировали. На первых порах их простой ИИ всего лишь имитировал человеческое искусство. Теперь все это принадлежит им. Люди часто говорили, что искусство важно в безвыходных ситуациях. Сейчас ситуация, безусловно, безвыходная. Ну ладно, безвыходная. А еще выше мы можем забраться? Давай, запрыгивай. Молодчина. Я окружусь с тобой, рыженьк. Рыжик-пыжик. Опля. Кстати, да, вот мы и наверх забрались. К неоновой вывеске, прикинь. Прей готов. У меня постоянно, когда я во что-то играю, что-то качается. Ладно, проехали. Неоновая вывеска вон там вот, а я уже где-то тут поблизости. Вроде бы к ней. Что внизу там? Внизу свалка. Откуда столько мусора, я вот понять не могу. Вроде роботы, они ничего не едят. Но они таскают вещи, что странно. Кто-то такой, давай познакомимся. Вейпора? Пожалуйста, не беспокой ее. Она такая неуклюжая. Мита. А, это мне сказал другой, вон тот тут, видимо. А это Мита. Хотя нет, Мита мне сказал про Вейпору. А Вейпора я фиг его знает где. Сколько здесь баночек, скляночек. Все бы это поскидывать вниз. Ох, как бы он меня возненавидел, этот робот. Так, куда мы можем? На крышу мы не сможем залезть. Можем тут спуститься и туда. Ладно, давай здесь спрыгнем. Теперь сюда. А дальше. Что, мы туда не перепрыгнем? Вот сюда прыгай. Ага, Молочек. А ты что скажешь? А вот и Вейпора. Осторожно, мне нужно сосредоточиться. Я не хочу уронить еще одно ветро. А давай мы сделаем так, чтобы он уронил ведро. С краской. Так, потремся сейчас об него. Сейчас. Кажется, нам это и нужно сделать. И-и-и-и. Есть. И что произойдет? Они уронили краску. Выбежал чувачок. И очень он недоволен. Так, поскольку он выбежал и он недоволен, там дверь открылась. Я могу туда зайти. Да? Правильно же. Мы сейчас туда спустимся. Но я хочу осмотреть здесь все. Возможно. Возможно. Тут что-то от нас скрыто. Туда никак. Туда можно перепрыгнуть. Вот она эта вывеска. В окно. Нам в окно нужно. Кстати. Пойдем все-таки до вывески сходим. Этой неоновой. Разберемся, чего. Кого? Сколько бутылок? Полетели все вниз. Круто. Крутяцко. О, а ты тут дрыхнешь, что ли? Ну, дрыхни. Они будут тебя отвлекать. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Как бы мне туда теперь подняться? Слушай. Через что? А если дальше пойти? Вот тут спрыгнуть? Если я тут спрыгну, я потом наверху не запрыгну. Так. Дворник какой-то. Давай с тобой поболтаем. Привет. О, это ты. Привет. Ты выглядишь странным и маленьким, но что-то в тебе есть. Я очень хочу тебя погладить, но не буду, потому что не понимаю зачем. Ну и не гладь. И не понимай. О, автомат еще, смотри, нашел. Нифига себе. Зачем его сюда-то толкать? Видимо, какой-то робот притащил его и поставил здесь. Возможно, даже вон тот. Ага, еще одна банка. Значит, у нас уже есть три банки. Отлично. Три банки. Но нам нужно четыре, потому что три мы сможем обменять на что? И одну банку на песни, на ноты. Так. О, это пульт, который я могу включить и, видимо, посмотреть телек. Если там телек. Странное кино. Очень странное. Куда я дальше могу запрыгнуть? Вот сюда, по идее. И там вон проход есть. Смотри, 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 смотри. Проход для котеечки. Как мило. Ух ты. Мы вошли в бухты. Он уже тут паутиной покрылся. Что в книге написано? Как развить искусственный интеллект, чтобы стать таким же креативным, как настоящий человек? Том 42. Пианино. Мне в прошлой серии говорили, он пропустил пианино возле лифта. Я на самом деле там бегал, я просто вырезал этот момент. Но вот сейчас. О, кстати, тут ноты, смотри. Давай возьмем. Ноты. Седьмая из восьми. То есть, как бы, могу залезть еще вот сюда. Для чего-то. Что там? Я думал, там что-то можно взять, а он туда полежать. Не-не-не, спрыгивай. У нас очень много дел. А, кстати, выше фортепиано что-нибудь есть? Там какой-то бальзам больше ни черта нету. Картина смотри какая. Это я, типа, в библиотеку пришел, да? Уверен, что в библиотеке есть много всякого интересного. Просто нужно полазить здесь. Туда не залезть. Никуда не залезть. Зато я стопку книг уронил. Ну, почти уронил. Тут ничего нету. Главное не пустить. Вон туда как-то наверх можно еще залезть, мне кажется. Или, может, не надо туда наверх лезть. Компьютеры. Ох ты, какой роскошный диван-то. Слушай, вот здесь бы покорябать свои коготочки. Какая была бы прелесть. Как прикольно драть кожаные диваны. Тут кто-то кодит. Кто-то кодит. Значит, вон там что-то есть. Что здесь? Что от меня здесь прят... О, перевести. Эй, док. Я нашла ключи от твоего сейфа. С ними надо быть поосторожнее. Получен новый предмет. Прятать сейф за кучей книг не лучшая идея. Библиотекарша Джесс. Так, значит, тут есть где-то сейф. За книгами. Я был прав, что тут что-то... Что-то такое есть. Неладно. А, подожди, вот он. Вот он сейф, я его нашел. Он за книгами был. Так, давай воспользуемся ключами. Мы эти книги еще до этого же уронили, когда только зашли сюда. Ух ты. Что там у нас? Взять. Что это такое я взял? Странная записная книжка с нанесенным на нее символом. Кажется, это принадлежит к какому-то по имени Док. После нескольких недель исследований я объединил спектрометр с мощной ультрафиолетовой лампой. Это должно помочь нам отбиться от зурков по пути. Первоначальная попытка увенчалась взрывом. Возможно, мне придется провести испытания в реальных условиях. Не знаю, что это значит, но это может пригодиться нам позже. Надо найти этого Момо, о котором рассказывал хранитель. Как бы, ну да, пригодится. А больше тут ничего и нету, да? Котечку не взять, масло не взять. Все, получается, тут все. Нужно выйти обратно. Эх. Уютненько тут у него было. Давай запрыгнем сюда и потом... Оп. Оп. Пойдем вниз. А здесь мы никак никуда? Здесь мы, походу, никак и никуда. Ну да. Если мы туда перепрыгнем, то мы вернемся назад. А я уже... Вот, вот она эта неоновая вывезочка. Вывезочка. Давай здесь спустимся. Посмотрим, куда это нас приведет. Нам как бы в любом случае вниз надо спускаться, чтобы поболтать с чуваком. О, на шапку давай ему запрыгнем. О, да, вот. Блин. Ты кто такой вообще? Мусорщик? Бомжар? Местный бомжар? Ладно. Вон она этот чувак, который оттирает белую краску. Тяп-тяп-тяп-тяп. Давай познакомимся. Ты очень зол. Космос зовут этого робота. Я опять чищу крыльцо своего магазина. Хватит играть прямо над моим магазином. Мне уклюже, ты негодяй. Ну, я тогда зайду в твой магазин. Ты же не против? Супер! Сто процентов спирт. Или что там? Спин повар. Короче, спирт сила написано. Это, 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 короче, даже не магазин. Это пращищное. Мне показалось, что это клубки, но нет, это какие-то игрушки. Или для стирки нужные вещички. Здесь явно что-то тоже есть. Здесь что-то есть, и нам нужно это найти. Просто, о! Взять моющие средства. О, моющие средства, которые нам нужны. Чтобы обменять тоже у обменщика. Хорошо. В стиралку не залезть. В жальку. Время у нас, смотри, сколько. Сколько там? Непонятно, сколько времени. То ли 15 минут восьмого, то ли пол четвертого. Кстати, часы какие-то странные. Тебе не показалось? Да, часы реально странные. Один, два, до шестнадцати. Шестнадцать часов у них, что ли, в сутках или как? Я думаю, что тут мы закончили. Пойдем отсюда. Пойдем, пойдем, пойдем. Здорово, ковбой. Зои! Ну что ж, по крайней мере, Космо теперь сможет воспользоваться очистителем. А-а-а. Который я стырил. Так что не сможет. Че, мы сюда постучаться можем? А-а-а, поскрепсти ноготочки об железо. И, возможно, кто-то откроет, кстати. Пожалуйста, не веди себя, как маленький ребенок. Я не причиню тебе фрита. Это кто мне сказал? Неизвестный кто-то мне сказал из-за двери. А, это что у нас? А, снова пакет? Нет, спасибо. Я, пожалуй, без пакета обойдусь. О! Автомат, но он пустой. Так, если я один нашел автомат наверху, то, возможно, еще где-то на крышах есть автоматики. О! Бар? Ух ты, нифига себе. Прикольно у вас здесь. Очень мило. Че там написано? Джейкоб. Лучший работник месяца. Сентябрь 27-го года. Там, может быть, 3027-й год. Или 5000-37-й год. Могу здесь пролезть. Крыша у вас течет, мистер. Есть что тут пожрать у вас? Случайно. У них только бухло. Как роботы пьют, вот мне интересно. У них даже рта нет. Тут кто-то плачет. Познакомимся давай с тобой, бармен. Джейкоб. Ты здесь новенький. Чем я могу тебе помочь? Да, в принципе, пока ничем. Пока ничем. Кстати, у бармена можно... А, ну хотя, я уже спросил про картинку. Хотел еще у бармена спросить. Давай, спрыгивай, котей. Но нет. О, а это что за цифра? 101-11-104-00. Странные какие-то цифры. Может быть, они от сейфа как-то что-то значат. Ого, в трактир зашел и кот нашел, да? А тут что у нас? Это же карты... Это эти, как они? DDR-ки. Памяти. Они действительно это потребляют? Их первоначальный дизайн не включал в себя пищеварительную систему. Может быть, они каким-то образом эволюционировали? Подражая людям. Думаешь, мне стоит попробовать что-то из этого? Не хочу показаться неуважительным к их обычаям. Ничем. Да нет. Может, не надо пробовать? Ладно. Пойдем. Можно в бильярд поиграть? Я, конечно, там уже сбил все. Ну, давай попробуем. Ой. Ой, не туда. О, я забил. В лунку забил. Кстати, а может, мне ачивку дадут? Если я забью все шарики. Давай-ка мы этим займемся. Все шарики разогнать. Разогнать. Еее. Как хорошо я играю. Прям очень хорошо, я тебе хочу сказать. Блин, они повылетали все. Я уже не смогу забить все. Так. Что у нас тут? Вот записка есть какая-то. Смотри. Ноты. Отлично. Возьмем. Тут у нас что-нибудь есть? Нет. Тут мне пролезть. Хотя окно, наверное, открыто. Да, окно открыто и можно здесь выйти. Можно пошкребить, наверное. Пошкребем? Давай пошкребем. Ой, да. Ой-ой-ой-ой. Все, хватит. Хватит, хватит. А где шарик, который улетел вниз? Вот он. Вот он-то где. Интересно, по лесенке его спустить можно? Давай по лесенке спустим тебя. Подожди, подожди. Хочу посмотреть, как тут физика устроена. И? Покатилась. А что ты по лесенке-то не покатился? Эй, скатись по лесенке. Да ё-моё. Да не сюда. Ой, как это все сложно. Короче, он к лесенке подкатился и я откатился от нее. Дай с тобой поболтаем. Карл. Это газета от роботов, живущих наверху на уровне 2. Ей уже несколько лет. Но это хоть что-то, что можно почитать. Ага. Он любит читать. Может, в библиотеке надо было ему что-нибудь захватить. Так. Снова мы у этих чуваков, которые дверь обсуждают. Что, пойти что ли обменяться с чуваком? О, а ты кто? Он автомата стоит. Тедди. А ты немного похож на Зурка. По крайней мере, издалека. Они так мило выглядят и звучат, но не позволяй себя дурачить. Эти штуки прогрызают металл. Они ужасные. Теперь понятно, чем они питаются. Металлом. Так. Это я здесь круг навернул, да, получается? Давай еще раз вывески почитаем. Менящий прачечный. Дизайнер бабушка. Программист Элиот. Вот давай до программиста еще сходим. Я у него, по-моему, не был. А, вот где программист Элиот. Все, нашел его. Стучите в дверь и ждите, пока вам откроют. Ну ладно. Короче, он оказался прям вот указатель. И вот его дверь. Рядом. А ты кто? Это мусорщик? Ты что тащишь? Причем с ним болтать нельзя, с этим мусорщиком. Короче, ладно, давай стучаться в дверь. Поскребемся, посмотрим, что получится. Элиот, отпирай, блин. Спасибо. Как быстро. Он даже не понял, видимо, кто прошел. Нас запрограммировали быть роботами, но уже два триллиона с чем-то дней у нас есть душа. Надеюсь, что когда-нибудь аутсайдеры найдут выход из этого ада Момо. Ноты, отлично. Ноты, это завсегда круто. Мы сейчас с тобой поболтаем, но сперва я здесь все обыщу. Все разнесу, как говорится. Ой, простите. Бутылочки уронил. Пианино. Конечно же, по пианино надо побродить. А то мне подписчики не простят. На второй этаж запрыгнуть можно? Тут ничего. Абсолютно ничего. Можно подняться на второй этаж. Да, тут есть второй этаж. Ну, тогда давай поголтаем с тобой. Поголдим, поголдаем. Познакомимся. Тебе нужен Элиот? Он вон там. А, ты даже не Элиот. Ладно. Пошли. Он, видимо, на втором этаже. Чёп-чёп-чёп-чёп-чёп-чёп-чёп. Элиот, вот ты где. Программист. Ух ты, какое интересное дерево. И живое, между прочим. Что там за знание? Это дерево – настоящее чудо науки. Удивительно, человеческая изобретательность нашла способ создать растение, которое процветает без солнечного света. Органической жизни нужны деревья для очистки воздуха в городе. Роботам это не нужно. Но они всё равно за ними ухаживают. Это именно то, чего хотели бы люди. Понятно. Вот эту вот штуку мы откроем. Готово. Всё посветлее будет. А то тут как в притоне каком-то. Там что-то снизу было, да? Светится вон, видишь? Что-то светится, но непонятно, что это такое. Запрыгнем сюда и сюда. Платы какие-то. Ух, сколько тут мусора. Надо прибраться. Тут есть код какой-то? Нет? 1, 2, 3. Непонятный код какой-то. Шифр. Снова вот эти бумажки. 0, 0, 1, 0, 4. Для чего вот это вот? Вот зачем это? Хорошо, давай поболтаем с нашим программистом. Привет. Эй, Лед. Да, чем могу помочь? И что, всё? Это весь диалог. Ладно, походу нам сюда рановато ещё. Он как бы с нами болтать-то не очень-то и хочет. Что, поскрепстись можно? Давай это сделаем. Ну, навряд ли нам кто-то откроет. Тут даже ручки нет у этой двери. Всё ясно. Короче, к программисту нам пока рановато. Давай поболтаем. Рози. Значит, если сегодня это вчерашнее завтра, то завтра будет вчерашним сегодня. Так. Время странная штука. Мы не стареем, как наши предки из крови и плоти. Мы застряли здесь навсегда. Ну, кстати, есть в этом какой-то смысл. Короче, снова залез на крышу. Вот он, этот дедок, который хочет меня погладить. И мы сейчас попробуем ещё выше залезть. Ещё выше, если нам это, конечно, дадут. Потому что тут ещё много чего неизведанного наверху. Вот, кстати, смотри, на трубу можно запрыгнуть. О, лифт. Бедро с лифтом можно в самый низ спуститься. Прикольно. Значит, вон там, вон, чуваки с этими красками, которые уронили краску. Вон они там. Кстати, я же приближать могу вот так вот, да? Отлично. А мы пойдём с тобой вот сюда. Там какая-то штука открыта, вроде окно. Как прикольно лазить по крышам. Вон туда мы сейчас с тобой зайдём. Куда это мы попадём? Чё это такое? Сигареты даже лежат. Офигеть. Офигеть. Что мы здесь имеем? Ворвались в какую-то квартиру. Мы прям кот вор. Слушай. Везде шаримся, везде шастаемся. По чужим квартиркам чего-то ищем. На столе куча газет. Тут у нас тоже ничего нету. Старинный мафан. На пластинках. Давай сюда зайдём. Может тут чё найдём? Это плита для приготовления жрачки. Кровать. Но на кровати спать я не буду. Могу под кровать залезть. Но зачем? Здесь у нас что? О, компик. Прикольно. Давай покодим. Смотри. Взять записную книжку. 4 из 4. Клементина. Так. Какую-то книжку ещё нашли. Странная записная книжка с нанесёнными на неё символами. Кажется, это принадлежит к какому-то по имени Клементина. Всё идёт по плану. Нам удалось связаться с верхним уровнем до того, как приёма передатчик вышел из строя. Они находятся в месте под названием Мидтаун. По всей видимости, оно находится под контролем какой-то жёсткой власти. Я недавно говорил с Момо. Его глаза... Я знаю этот взгляд. Он не пойдёт с нами. Не знаю, что это значит, но это может пригодиться нам позже. Надо найти этого Момо, о котором рассказывал хранитель. Окей. Покодить-то можно? Нет, покодить нельзя. Ну вот. Ну, тут мы нашли книжку. И, по всей видимости, всё. Музыка закончилась, значит, мы здесь всё нашли. Это вон те чуваки, которые про дверь болтают. Бункерскую. Мы над ними находимся. Что у нас тут есть интересного? Опля. Ух ты, нифига себе. Кто это у нас тут? Дохленький любитель посмотреть на звёзды, что ли? Похоже, этот бедолага тоже хотел подняться на верхний уровень. Да, я понимаю. Там, наверху, вдали от мусора и болезней трущоб находится Миттаун. Даже в тяжёлые времена люди не могли не разделять себя на социальные классы. В то время многие жители трущоб были готовы на всё, чтобы перебраться туда. По-видимому, роботы скопировали это поведение. То есть, это вот за той стеной Миттаун находится, да? А вот это огромный лифт, что ли? А, ну он сломан, этот лифт. И в нём живут спящие роботы. Ясно. И вот этот лифт охраняет хранитель, кстати. Теперь всё понятно. Блин, ну прикольно. А звёзды-то, смотри, как интересно звёзды сделаны. Блин, так это же... Если так звёзды расположены, это говорит о том, что неба нет. Это... Это... Это купол. Мы находимся в каком-то куполе. А это просто фонари. Потому что, ну, не может быть такого звёздного неба. Вот это поворот. Вон туда ещё на крышу надо как-то взобраться. Но там, блин, очень высоко. Снова к этим красильщикам попробую добраться. Ну вот я и здесь, возле этих чуваков. Пойду попробую залезть вон туда. Но не сюда, а вот сюда. Ещё повыше. Ага, тут что-то вот есть, смотри-ка. О! Перевести. Это электросхема. Электроснабжение вентиляции. Мы можем выдрать вот эту штуку, и вентиляция отключится. И зачем мы это выдрали? Зачем мы это выдрали? Для чего? Вентиляция как бы отключилась. И возможно... А куда вообще эта вентиляция идёт? Мм? Так, смотри, можно здесь запрыгнуть. А, вот, спуститься можно. Ну-ка. Здесь вот у меня остался блок. А, я его уже подобрать не смогу, видимо. Что это за дом? Куда я попал? Можно попить. Давай попьём. Уже давно не пил. В горле пересохло. Блин, даже не видно, как он лакает водичку. Ладно, не будем пить тогда. Значит, что мы здесь можем найти? Что тут для нас важное есть? Пока музыка играет, значит, мы чего-то здесь не нашли. Может, что-то за коробками было спрятано? Ну, нет. За коробками пока ничего. Тогда где? Может, в этих коробках? О! Вон полотно, кажется, за ним. Кажется, за этим полотном. Ну-ка. Точно. Там что-то есть. Выход. Тут есть и выход. Вот, наконец-то нашёл. Нашёл записную книжку. Ещё одну. Отлично. Странная записная книжка с нанесёнными на неё символами. Кажется, это принадлежит какому-то по имени Сбалтазару. Это как из покемонов Балтазар. Или где там ещё Балтазар-то был. Все следы органической жизни исчезли, за исключением тех, кого мы называем сурками. Они едят практически всё, что движется, и размножаются с невероятной скоростью. Как будто быть запертым в этом городе было недостаточно. О, в этой книжке есть записка. Там написано, приём в передатчиках есть конструктивный недостаток, но кажется, я понял, как его исправить. Вот уравнение. Не знаю, что это значит, но это может пригодиться нам позже. Надо найти этого Момо, о котором рассказывал хранитель. Опять этот Момо. Ну всё. Выбираемся отсюда. Так, где это мы очутились? Мы вышли... А, ну это робот. Мы его уже сами находили, мы сюда взбирались, всё понятно. Пришло время поторговать. О, мячик, 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 мячик. Давай его скинем. Чуть-чуть, чуть-чуть не хватило вот сюда его забить, и я бы, может быть, что-нибудь получил. Какую-нибудь ачивочку. Здорово. Так, значит, ноты. А, ну у меня же мало этих банок. И снова здравствуй, чего ты хочешь в этот раз? Набар электрических кабелей. Обменяю на моющее средство. А, моющее средство, вот. Вот тебе моющее средство, держи. Где оно? Моющее средство, вот. Вот, держи. Спасибо. Получен новый предмет, отлично. Значит, картину. Это древняя реликвия, свидетельство. Это всё понятно. Три банки энергетиков. Ну чё, давай, пока всё равно я все ноты не собрал. Поэтому давай мы ему отдадим три банки. Посмотрим, что там за картина. Вот, держи. Спасибо. А что там за картина? А, ну мы просто информацию высосали из неё. Это ранняя модель компаньона. Тогда у них не было индивидуальности. Они были всего лишь популярными автономными уборщиками. Хорошо, что в конце концов они стали подражать людям. Как будто они по ним скучали. И в каком-то смысле они спасли их от вымирания. Они хорошие роботы. Блин. Лучше бы ноту купил. Мы знаем, что это ноты и ты хочешь одну банку. Но у меня, к сожалению, больше банок нету. И всё получается, да? О, перевести. Рынок. Всё, мы у него всё обменяли. Ну что, раз такие дела, я думаю, что можно уже и закруглиться. Мы, в принципе, здесь всех облазили. Везде были. Но не всё ещё нашли. Так что пиши в комментариях, чё, где, как. Буду читать. Проходите, собственно, вместе с вами. Ну а на этом всё. Если тебе понравилось, не забудь поставить лайк. Подписаться, если ты ещё не подписан. И увидимся с тобой в новом ролике. Так что, до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok